Синяя птица Сказок на свете полны, полны Все не сбывается, все равно Снов разноцветных поменей нет Только не в этом секрет И прикружились, и прикружились И прикружились, шок огонь Черные крылья, черные крылья Черные крылья, красный конь В сказках добро побеждает зло В сказках героям всегда везло В жизни бывает и так, и нет Может быть в этом секрет Солнце смеется, солнце смеется Солнце смеется, пляшет день Утром проснется, утром проснется Утром проснется новый день Утро поверит любой чудак В жизни без солнца нельзя никак К солнцу без сказки дороги нет Может быть в этом секрет Разве не в этом секрет? Солнце смеется, солнце смеется, даем ПЕСНЯ Это наш город. Наш город самый красивый. Хотя и не было в других городах. В нашем городе есть все. И море, и горы, и целый лес вышек, и бульвар. Я бы пошел на бульвар, но одного меня мама не пускает. На бульвар мы ходим по воскресеньям с папой. Вот мой папа. Он музыкант. Он даже сам сочиняет музыку. Зато раньше он был военным. Искакал на коне совсем рядом с Щипаевым. Он носил папаху со звездой и шашку. Эх, был бы папа военным. Он дал бы мне шашку подержать. И тогда все бы мне завидовали. Он обязательно дал бы мне шашку подержать. Он очень добрый, мой папа. А это наш двор. Видите его? Я бы отсюда никогда не уходил, если бы меня не звали. Это Боба, мой брат. Только неделю тому назад, 31 мая 41 года, ему исполнилось 4 года. Это мои друзья, братья Исмаилова. Это Рафис. Я с ним на одной парте сижу. Это Рамис. Это Расим. Это самый младший, Раис. А это моя мама. И мама братьев Исмаилова, тетев Атьма. Они очень любят беседовать. Они могут часами беседовать об одном и том же. Очень странные взрослые люди. А это дядя Али. Папа братьев Рафиса, Рамиса, Расима и Раиса. Значит, в 7 часов у Девичьей башни. Послушай, Али, а билеты? Володя же всех пригласил. А кто он этот, Володя? Володя? Володя мой сосед. А это старик Ливерпуль. Папин лучший друг. Эта мама прозвала его Ливерпулем. За то, что он все время поет. Ох, Ливерпуль, Ливерпуль, Ливерпуль. Он плавал по всему миру. А потом приехал в наш город и навсегда остался здесь жить. А мы с Машей записали сегодня в Дум пионеров. О, что мы делаем? Ливерпуль, 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 Ливерпуль. Ливерпуль. Больше не буду. Ну, пожалуйста. Я сказал не буду. Ты смотри мне. Я сотру тебя в порошок. О, так не надо. Я учился. Я играл на рояле по 5-6 часов каждый день. Сразу после гражданской войны. Я трудился. А он? Ну нет, я его в порошок сотру. Он меня не сотрет в порошок. Он так всегда говорит, когда злится. Он даже маме так говорит. Как он может нас в порошок стереть? Тем более, что он наш папа. Не буду играть, и все. Посмотрим. Пожалуйста. Посмотрим. Лучше я съел бы еще раз борщ, чем играться на тену Клементья. Отдай! 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 А эту девочку я не знаю. А даже она приехала. Пойдемте, дяди Гоши! Ура! Отдай! 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 Я веду всех к дяде Гоши. Он очень хороший. Он все нам отпускает в дом. А потом папа платит ему. Так хорошо. Папа так и сказал. Отпускаем все, что они захотят. Сколько ему угодно. Детям нужны конфеты и пакеты. Нет, нет, нет. Бери, бери. Бери, Маша. Бери ты так. 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 Сейчас, сейчас. Я уже все съел. И я уже все съел. Извините, но нам не хватило. Нам надо еще чуть-чуть, чтобы всем хватило. Зачем чуть-чуть? Берите все. Спасибо. И еще приходи. До свидания. Что-то как в банке, так. Здравствуйте. Володя дома? Нет, не пришел еще. Он мне очень нужен. Да, но его нет. Я хотел его угостить. Вы же знаете, что он не пьет. Знаю. А вдруг? Ведь мы с ним соседи. Он мне страшно нужен. Ливерпуль, Ливерпуль. Извините. Я вам должен денег. А доложите мне еще. Славный мой Ливерпуль, Ливерпуль. Здравствуйте. Здравствуй, старик. Я не старик. Это не важно. Как это не важно? Вот, пожалуйста. Я вам верну. Ну, конечно. Петя, давай молоток. Ой, вы ее не мандарины. Какая очередь? Ну, ребятки, налетайте, хватайте. Ура! 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 Ехать, 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 ехать и дирижировать, я хочу дирижировать, прекратите, я вас порошок сотру, я сегодня иду дирижировать, да, но эти брюки, что брюки, ты забыл, посмотри на свои брюки, я же стою спиной к людям, я здесь ни при чем, ты прекрасно знаешь, помешана в своих мандаринах, всю зиму таскал эти ящики, люди думают, что это сумасшедший, кто думает, ты мне покажи, все так думают, да разве только одни мандарины, посмотри, зачем два приемника, зачем два патефона, но их же двое, пусть слушают музыку, очень нужна твоя музыка, музыка нужна всем, да, всем, но не в таком количестве, слушай, я спешу, я иду дирижировать, вот иди, дирижируй, так выходит, я не могу дирижировать, хоть раз бы в жизни купил кастрюльку, зачем мне кастрюлька, сама покупала, А, значит, я виновата во всем, да, с таким человеком, с моим больным сердцем, не могу Петя, дай воды Не надо, не смей, пусть все соседи скажут Я иду дирижировать Нет, пусть все соседи скажут Что скажут? Вот пусть они скажут Придется штаны одолжить у соседей Интересно, кто это даст тебе свои штаны? Ко мне все прекрасно относятся, все, ровно все Ливерпуль, например Нет, лучше штаны я возьму у Али, он ко мне тоже неплохо относится Вот, Петя, это твой папаша, не будь таким, будь толковым А то вот точно так же пойдешь за платках куда-нибудь там дирижировать Петя, пойдем со мной за штанами Да прекрати ты Такого еще никогда не бывало Мой папа выступает по радио Сейчас его объявят Сейчас, сейчас Молодец, Володя Да, такого человека, как Володя Я с удовольствием выпил Я всегда готов за него выпить Опять вы про то? Нет, это за успех За успех А не просто так Вы прекратите Ты не думаешь, что я несчастливый, нет? Я, может быть, даже Самый счастливый Я видел свет Много разных людей А теперь вот я здесь с вами Твой отец Молодец Он тоже плавал в юной До великих событий Потом эти события он на конях Командовал эскадроном В пятнадцать лет Как в сказке Да замолчите же вы Таких людей, как твой отец Очень мало на свете Да никакого там папы нету Что такое? Почему шкала на Париже? О, Париж Я там не был Почему шкала на Париже? Ой, о каком Париже вы говорите? Осталом французском Ой, шкала на Париже Леонник совсем на другой волне Ах, как разосадово Лети уже объявили Да не кричите, не кричите Не прекратите, вы прекратите Это же самое главное В огонь уже объявили А где Бог? Я его сейчас в порошок сотру Ненормальный Ненормальный? Ты вареные калоши ел? Не ел Тарелки в суп не крошил? Не крошила Затылком ничего не видел? Ничего не видел Вполне нормальный ребенок Дай Бог ему здоровья Хорошо вас Что случилось? А где Боба? Крас, цветали яблони и груши Поплали туманом над рекой Уходила с берега Катюша Уходила на берег крутой Что случилось? Да вот мальчик потерялся Дом помнит, а улицу забыл Ты вспоминай, мальчик Это очень важно Сейчас вспомню Только ты вспоминай, не волнуйся А я совсем не волнуюсь Кушать хочешь? Кушать, кушать хочу Сыр хочешь? Сыр не хочу А конфетку? Конфеты хочу Иль Спасибо Тебя дома хорошо кормят? Плохо Товарищи Мальчика плохо кормят Тебя очень плохо кормят? Очень А чем тебя кормят? Всем Значит, ты не бываешь голодным? Бываю Как же ты бываешь голодным, когда тебя всем кормят? А я не бываю голодным Ты же только что сказал, что бываешь? А я нарочно А чем же ты нас обманываешь? Просто так Ты всех обманываешь? Всех Зачем же ты это делаешь? Просто так Вот какой Просто жуть Посмотрите на него, действительно просто жуть Ну и ребенок Товарищи Это мой сын Он от меня сбежал Я вижу, он вам всем очень понравился Но я вам его не оставлю Поскольку уж он мой сын Папа До свидания До свидания, товарищи Все свободны До свидания Желаю успехов в работе Всего До свидания Наш папа сегодня дома Сегодня он пишет музыку Ты пишешь марш? Марш? Какой марш? Самый военный Убери его Марш от отца Нет Не то я написал Не ту музыку Но ты-то Ты-то, надеюсь, меня не подведешь Это печально Ты даже представить себе не можешь, как это печально Почему это печально, когда мне совсем не печально? Кем ты будешь? Полководцем Опять война Володя Бросил бы ты все это Что бросить-то? Ну вот это свое симфония Ну я же чувствую, вот тут не то Тут вот не то Но тут-то Ну и брось, раз не то Ну не все же не то Да все равно Ну как это все равно? Ну я при чем? Ты-то ни при чем, это верно Петя здесь ни при чем И Боба ни при чем И Петя, и Боба Слушайте, дайте мне отдохнуть Мне сегодня опять идти дирижировать Петя Сходи к дяде Али за брюками Ты знаешь голубку Куин Мэри? Нет, не знаю Так вот Я плавал на этой голубке На этой старой посудине Как это поется 15 человек на сундук мертвеца Замечательная песня Ой, как интересно Еще бы, я был в Африке Крокодилы, между прочим, так и ползут Но наша братва И мы карты в руки Ребята с нашей калоши С какой калоши? Это не вашего ума дело Да, так вот С нашей калоши в Африке Ну хватит Дальше не надо От чего же я не устал? Я понял все Ну хорошо Дети ваши пускай заходят Всегда прошу Им нужны конфеты и прочие сладости Спасибо Счет как в банке Спасибо, спасибо Как вы так живете? Как? У вас, например, нет буфета То есть, какая-то что? Вот этот старый ящик А что? Нет, я не пойму Ведь вам карты в руки Нет, я не пойму Нет, я никогда не пойму Ну как так можно жить? Как? Ну вот так Я ему говорила Ведь вам и карты в руки Конечно Новейший буфет Я в одном месте видел Я и там добра желаю Мне это, конечно, все равно Но я бы на вашем месте Что бы ты на нашем месте? Я бы купил Отличный буфет Еще что? Купил бы отличную люстру Ведь вам карты в руки Скажи, пожалуйста Почему мне карты в руки? Я совершенно не понял Ведь ты музыкант Рассказать Эстетические Музыкальные движения души Правильно я говорю? Да, 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 правильно Я правильно говорю Я ведь все понимаю Я ведь нашего брата знаю Культурный ты человек или нет? Скажи Ты культурный человек У тебя ведь есть деньги А ты их тратишь Не туда, не туда Понимаешь? Не туда они идут Не туда Ты подумай Я ведь тебе добра же Добра ведь желаю Ну иди спать А мой папа спит Он же ничего не слышит Так и не узнает он этого Так и будет тратить деньги Не туда Он спит И ничего не слышит А то, что слышал Забыл Что же делать Такой человек мой, папа Какая хорошая семья А Гоша Такой замечательный А папа спит Там было бездонное Бездонное небо Да, да, да Точно такое небо Я же помню Гоша там тоже был Этот Гоша просто Болтун Ничего подобного А где был Гоша? В Африке Да нигде он не был Ну как же так можно? Он так интересно рассказывал Ты слушал Вообще он замечательный человек Ну как же можно? Да, да, да Я совсем забыл Он действительно там был Успокойся И слава Богу А я что говорю? То же самое То-то В мире сейчас тревожно Гитлер Доедает Европу Да Аппетит у него большой Гоша замечательный человек Он был не только в Африке Он был в Австралии А ты делаешься? Я не жена А ты делаешься? Я не жена Музыка нужна всем Музыка нужна всем Ты же это просто Крокодили, между прочим Нас бы полосу Книги, между прочим Нас бы полосу Я не жена Скоро там? Сейчас, сейчас Ну что ты стоишь? Хорошо бы сейчас Поехать в Москву В какую Москву? Нет, ну Представляешь себе Выхожу я в Москве На Казанском вокзале Ну? Разве это было бы плохо? Ой, ничего не понимаю Мой папа в Москве родился Он в Москву хочет Он давно там не был Он каждый год в Москву хочет А мама не хочет Она здесь родилась И она любит дачу И я люблю дачу Кто дачу не любит Я и Москву люблю Кто Москву не любит Так что же делать? На даче ведь тоже хочется А подушка и чай нигде? Я спешу И не забудь закрыть дверь Я же спешу И вы тоже Эй 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 Что потрячь Не надоело Ну вы же видите Вижу, все вижу Отойдите Это ведь машина Не какая-нибудь там повозка Чего это она Так ее бану нацепила? Тоже мне Что мне бан? Ведро забыли Ведро, ведро Бери Лучше ничего не забыли Ищи глухо Ничего, ничего Поехали Ну, шапка До свидания До свидания До свидания Девочка с баной Субтитры создавал DimaTorzok Жаль, что днем едем Лучше бы ночью Тогда наши фары горели бы Но днем светло Это тоже неплохо Очень трудно сказать, что лучше Это здорово, что мы на даче Скоро виноград поспеет Папа сказал, что мы будем есть его Сколько хотим Пожар! 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 Вон мальчишка какой черный Я непременно загорю, как он А папа вернулся в город Ничего не поделаешь У нашего папы работы Приедет он только к вечеру И мы пойдем на вокзал Встречать его А вот завтра Завтра воскресенье Папа будет весь день с нами Скоро весь виноград поспеет Инжир поспеет Айва поспеет Я даже стих сочинил Солнце светит И море сверкает И айва, и инжир поспевает И растет, и растет виноград Как я рад, как я рад, как я рад Вон папа, папа! Что это с папой? Интересно Кому он все это рассказывает? Люблю лето Замечательное здесь лето И солнце здесь замечательное И люди А в Москву все же хочется На, ну, бери-бери Там что жесть солнце? Конечно Ну, не в таком количестве Какой-то папа странный сегодня Что это с ним? Тоже мне вздумал орать Орать мы все, все можем С тобой человек разговаривает Так ты слушай, а не ори Тоже мне разорался Ну, что, уставился Не написал я хорошей музыки Тут вот не то Тут не то Ну, тут-то Тут-то то А в целом В целом не то А почему? Сам не знаю Хотя мне всегда хотелось Даже сейчас очень хочется Володя А солнце здесь, конечно, есть А там Не в таком количестве Ну, что с тобой? Ничего Мы с Ливерпулем За успех Мы не просто так За какой успех? Ну, как-то еще За успех Папа! Папа! Смотри! Раз, два, три Нырай! Раз, два, три Нырай! Нырай! Война! 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 Вот хитрый мальчишка. Вчера тоже кричал, пожар, пожар, а никакого пожара и не было. В мировской манере фашистские разбойники, не объявляя войны, вторглись на нашу землю. Мы не хотели этой войны. Нам ее навязали. Мы уезжаем из дачи. Мне очень жалко. Жаль виноград, он еще не поспел. Жалко море, но мы уезжаем. Завтра едет на фронт наш папа. Мы будем его провожать. А сейчас мы едем обратно в город. Дурацкий ветер. Черт бы его помрал. Плохо. Когда едешь и ничего не видишь. Это верно. Не очень хорошо. И когда холодно. Тоже плохо. Тоже плохо. И когда трясет. Тоже верно. Почему ты так отвечаешь? Как? Ну так, как-то скучно. А тебе что, весело? Нет, мне почему-то не весело. Вот и мне, брат, почему-то не весело. Потому что ночь. И ночь, и война. Все вместе. А мы же победим, ведь верно? А как же? Эх, интересно все же. Самолеты, танки, трах-бах. Ду-ду-ду-ду. Ну-ну-ну, не маши руками, сваришься. Тебе каску дадут? Дадут, все дадут. Она стальная или железная? Как ты думаешь? Стальная. Ты тогда ее и носи, раз она вся стальная. Обязательно. Наш папа только что с нами простился. Слышите его шаги? Сейчас он спустится и пойдет на фронт. До свидания, папа! 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 Алло, папа уехал, вчера уехал, на фронт. Вот так наш телефон звонит с самого утра, и все спрашивают, уехал? Быстро мой папа уехал, никто не успел с ним проститься. Звонил-то звонил. Алло, твой отец дома? Нет, он уехал. А когда он приедет? Нескоро. А куда он уехал? На войну. На какую войну? Что, вы не знаете, что сейчас идет война? Некрасиво с его стороны, некрасиво. Почему это некрасиво? Он мне должен, а сам уехал. Что должен? Кое-что должен. Кто это говорит? Не узнал, Карапуз? Ну ладно, будь здоров. Теперь я узнал. Это дядя Гоша. Раньше ведь я любил его. Да. Но это было раньше. ЗВОНОК В ДВЕРЬ Алло, папа нет? Он уехал на фронт. Ах, вот как. Угу. Что вам нужно? Мне нужен Петя. Петя вас слушает. Папа вас тоже слушает. Где ты, папа? Недалеко. Как на фронте? Ну, мы еще не на фронте, мы только по дороге на фронт. Эшелом наш стоит в баладжарах. Ну, как там у вас, все в порядке? Конечно, все в порядке. А где мама? Ушла. Жалко. Ну ладно, целую вас всех. Будьте молодчагами, не ссорьтесь с Бобой и слушайтесь маму. До свидания. До свидания. Значит, папа от нас совсем близко. То есть на первой же станции. Там, наверное, целый поезд военных. Папа не был военным, когда уезжал. И пистолета у папы не было. А сейчас он, наверное, в каске и пистолет на боку. Поглядеть бы на папу. А ведь баладжара совсем рядом. То есть просто рукой подать. Ты спокойно можешь сидеть или нет? Иди сидеть. Ну, просто сидеть, ничего не делать. Можешь ты или нет? Чего? Ничего, просто сидеть можешь? Почему? Потому что я еду к папе. И я хочу к папе. Ну, тогда собирайся живо. Мы разбили копелки, но зато мы купим билеты. И поедем, как настоящие пассажиры. В Махачкале выделить по человеку от каждого вагона для получения продовольствия. Есть. И что, опять потерялся? Мы провожать папу. Приехали. Наш папа капитан. Он в Щипаево вместе воевал. А зовут его как? Фамилия, а? Иванов Владимир Иванович. Товарищи, кто знает капитана Иванова? Капитана Иванова? Капитан Иванова! Капитан Иванова! Капитан Иванова! Капитан Иванова! По агонам, садись! Треть! 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 Ура! Стой! Ура! 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 Стой! Куда ты? Стой! Машина! Вы, ребятки, чего? Мы ничего. Мы домой идём. А малыш чего? Наш папа в танки уехал. Врёт он всё. Ни в каком он танке не уехал. Он в вагоне уехал. Так а мама-то где? Мама дома сами. Ах, вот как. Наш папа капитан Красной Армии. Он с Чапаевым вместе воевал. Как? Прямо рядом с Чапаевым и воевал, да? А как же? Отдельно, что ли? Конечно, рядом. Интересно. Что, не верите? Очень даже напрасно. А ещё папа был моряком. Только это давно было. Моряком был, да? Бери. А вообще мой папа музыкант. Он даже сам сочиняет музыку. Только у него не очень получается. А мама говорит, не стоит, раз у него не очень получается. А как вы думаете, стоит? Ну и врёшь же ты всё. Маленький, а врать гораздо. А вы у Ливерпуля спросите. У кого? Сказали же у Ливерпуля. А кто это такой? Вот приедемте, мы вас с ним познакомим. С кем? Да с Ливерпулем. Так что это? Попугай, что ли, какой-то? Хотите, верьте. Хотите, нет. Как хотите. Ну, полезайте в машину. Там разберёмся. У нас новый учитель, Павел Павлович. Какой-то профессор или академик по совместительству. Сейчас, когда ваши отцы и ваши старшие братья бьются с врагом, что требуется от вас? От вас требуется взять у меня те знания, которые я накопил за долгие годы. А что требуется от меня? А от меня требуется, разумеется, передать вам те знания, которые я накопил за эти долгие годы. Ваш фронт здесь, вот эти парты, это ваши боевые позиции. Только своей учёбой, а не кривлянием. И не ленью вы поможете фронту, вашим отцам и вашим старшим братьям. Наш враг это не только Гитлер. Это не только фашистское отребье, посягнувшее на нас. Наш враг это лень. Да-да, и это самое кривляние. И без ответственность, и беспринципность, и безалаберность, и безволие, и безмыслие, и так далее, и так далее. А ну-ка, идите-ка сюда. Что я вижу? Я вижу там нашу землю. Ваши отцы и ваши старшие братья бьются насмерть за эту землю. И они не заслужили этих, с позволения сказать, подарочков в виде, как вы сами понимаете, двоек и единиц. И я могу надеяться, я могу думать, что это будет у нас редчайшим явлением в нашей с вами практике. Могу я надеяться? Можете! Перемена! Можете! Можете! А я уже получал двойку. Хотя и вовсю старался. Почти все у Рафиса списал. А вдруг завтра придет письмо от папы. И папа спросит, как я учусь? Что я отвечу? Нужно срочно исправлять двойку. И я все объяснил Пал Палычу. Да, семь ошибок в одном изложении. Но выход есть. Возьмешь вот этот рассказ и дома прочтешь один раз или два, но не больше. Потом закроешь книжку и будешь писать. Только чур не смотреть и не заглядывать и не списывать. Понял? А кто же будет смотреть? Заглядываю я или не заглядываю? Никто не будет смотреть. Как же так? Ведь я буду заглядывать. Не думаю. Почему же? Потому что на честность. Такой уговор. Как же можно смотреть? Тогда будет нечестно. Вот это да. Я вам верю. Я вам доверяю. Вот и все, уважаемый Петр Владимирович. Так-то так, но кто будет знать? Можешь считать, что наш разговор окончен. Конечно. 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 Я прочел рассказ только два раза. Больше я не открыл книжку. Хотя мне очень хотелось. Не очень кричите во дворе. У Пети сегодня изложение. Я писал с трудом. Даже в классе писать было легче. Там можно было списать у Рафиса или спросить у Пал Палыча. А здесь все было на честность. Я все написал так, как запомнил. Человек ты, я вижу, честный. Так и напиши отцу. А как же двойка? Ну, это не самое главное. Можешь считать, что ты исправил. А откуда вы знаете, честный я или нечестный? Голубчик, это же сразу видно. Это по изложению видно. Ну, иди гуляй. Гитлер. Кто там возьмет? Ну, что же делать это? Сбежите, нас. А мой папа убил самого главного фашиста одним выстрелом. Гитлер сидит во дворце. Как там его убьёшь? А потом папа как? Начал автомата строчить? Он вот так стоял и стрелял. Как стрелял? В круговую. И не нагибался. Как бы не так. А на фронте все нагибаются. А он нарочно так делал. Зачем? Он всех обмануть хотел. Все нагибаются, а он нет. Это стрелька дается нагибается. Ничего не трус, а я знаю. Звяжите нас. А потом он видит, у него кто-то прямо из пулемёта целится. Он раз и нагнулся. Все пули мимо. Вот здорово. А потом как? Кувырк в сторону. Ну-ка встань. Неужели трудно так играть, чтобы оставаться чистыми, культурными, опрятными детьми? Тем более, что отец ваш на фронте. Ну, я понимаю, он маленький, но ты-то большой, правда? Иди сюда. Вот вам... ...деньги. На. На. Идите вы лучше в кино. Ура! 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 Папа! Папа! Не решайте смотреть. И какой здесь может быть папа? Очень даже возможно, напрасного граждане. А может быть, они увидели отца киноартиста. Какой тут может быть киноартист, когда это натуральное кино? А может быть, они увидели отца не киноартиста, а самого, что у меня есть, настоящего, натурального, броткового отца. Ну что за безобразие, да? Нет никаких. Это правда, что ты там увидела отца? Ну да. Ну да. Любопытный случай, товарищи. Сын увидел отца в кино, а отец на фронте. Это, можно сказать, исключительный случай. Молодцы, да? И что за шум? Да вот, эти мальчики сейчас в журнале увидели отца, а отец на фронте, представляете? Это правда? Это ваш отец? Разумеется, отец. Разумеется. Вот что, милые, прошу вас, в любой день, в любой час, день, ночи, прошу. Смотрю, еще зовут папа. Зови еще! Всех зови! Пускай смотрят! Быстрей! Проходите! Папа! Ну что передать папе? Передайте, что когда я вырасту, я тоже придумал подмогу. Дорогой, тогда же война кончится. А может не кончится. А зачем же я еду? Ну и что, что вы едете? Вы едете один, что не значите. Один не значу? А с папой вместе значу. Оля! Что-ли вы опять выпили? Я теперь не пью. Не могу пить. Я пью, когда у меня прекрасное настроение. А сейчас... Это хорошо, что вы не пьете. Моя мама очень довольна. При чем тут твоя мама? Я в руку теперь каждый день на крыше дежурит. За всех жильцов дома. Я бы тоже, конечно, дежурил. Но детям почему-то нельзя на крыше. Сейчас Ливерпуль будет знать меня. Я это знаю. Но я очень-то его боюсь. Ну-ка, Петя, марш домой. Вам можно, а мне нет. Я суровый человек. Марш домой. Поймите меня, если можете. Отца нет, распустился. Вы напрасно меня гоните. Что ли, немцы на нас наступают? А ты думаешь, нет? Наступают, конечно. Что-то не видно. Не дай бог тебе их увидеть. Да кто их пустит сюда? Никто не пустит. Вот и дядя Али поехал. Они с папой дадут им жизни. Дай бог, чтобы Володя вернулся. Дай бог. Почему это он не вернется? Это он вернется. Обязательно вернется. Зачем люди воюют? Во вина. Это же несчастье. Начать войну. Разве это разумно? Нет, сынок, это не разумно. А между тем, люди. Самые разумные существа на земле. Значит, фашисты не люди. Петя. Уйди отсюда. Да, мне интересно. Я тоже хочу. Опа, марш отсюда. Я кому сказал. Дядя, вы можете съесть кактус? Что? Клеменция, Клеменция, Клеменция. Биткоинбах, Моцар. Здравствуйте, Валентина Николаевна. Ой. Здравствуйте, Олимпиада Васильевна. Вот я тут ребятам принесла. Что это? Тут две буханки. Пусть дети возьмут. Это хлеб. Что вы, так много и так дорого. Я вам еще принесу бесплатно. Я заходила к вам домой, а Фатьма сказала, что вы на базаре. Да, вот видите. Что слышно от Володи? Опять не пишет. Ну, ничего, напишет. Валентина Николаевна, можно я одолжу вам немного денег? Нет, я не смогу скоро отдать. Не беспокойтесь, потом как-нибудь. Ну, я могу позаниматься с вашей Мишей музыкой. Это я могу, пусть приходит уже угодно. Ну, что вы потом, когда Володя вернется. Только бы он вернулся. Он вернется. Непременно вернется. Будете писать привет ему от меня. Не забудьте. Золотой он человек, Володя. Я вообще люблю всю вашу семью. Семья наша действительно хоть куда. Вот продать нечего. Ну, что вы, не расстраивайтесь. Ну, как тут не расстраиваться? Ведь у каждой порядочной семьи на случай войны или какой-нибудь другой худой случай есть что продать. А у нас, ну, просто нечего, вы знаете. Ну, как не расстраиваться? Это мне надо расстраиваться. Ой, а вам-то что расстраиваться? Олимпиада Васильевна, милая. Все Гоша. А что Гоша? Мне ваш Гоша очень нравится. Он такой энергичный. Когда началась война, Гоша отправил все вещи, всю мебель куда-то к родным для сохранности. Он боялся налетов, а вышло все наоборот. Все вещи его там сгорели, все шкафы разбомбило. Ох, какая беса, да? Я не за вещи расстраиваюсь. Что мне вещи? Я за Гошу расстраиваюсь. Что он за человек? Вы знаете, он, наверное, просто ошибся. Ошибся? Конечно. Ах, он ошибся. До свидания, дети. До свидания, Валентина Николаевна. До свидания. Я вас очень прошу, будете писать привет от меня, Володя. Обязательно. Только не забудьте, обязательно. Обязательно. И не расстраивайтесь. К нам в город теперь каждый день приезжают эвакуированные. Из Москвы, из Ленинграда, из других городов. Мальчик, а мальчик? Вы меня? Вы эвакуированные? Да. А откуда? Из Москвы. Там уже война? Пока нет. А что же вы приехали? С папой. А ваш папа кто? Режиссер. Кто? Режиссер, ну, который кино снимает. А мой папа композитор. А где вы будете жить? Не знаю, папа пошел узнать. Давайте к нам жить. У нас две комнаты. Не знаю, вот папа придет. А мой папа на фронте. Я его провожал в Володжарах. Наш тоже два раза заявление писал, но его почему-то на фронт не пускают. Сюда эвакуировали. Тебя как зовут? Игорь. А меня Петя. А это мои друзья. Рафис Рамис и Расим. А самый маленький Раис дома остался. С моим братом Бобой. Мы от них убежали. А это мой брат Олег. Давайте к нам жить. Вот. Если вас устроят. Спасибо. Мы временно. Жена в Москве задержалась. А я вот с ребятами приехал. У меня съемки. Нам обещали, но не сразу. Ничего, ничего. Располагайтесь. Тогда я на вокзал. За багажом. Игорь и Олег, пошли. Ты что, с ума сошел? Они ведь на улице. Под открытым небом. Да если бы папа был здесь, он бы еще и раньше к нам кого-нибудь привел. Я знаю. Что верно, то верно. Нет, вы слышали, что устроил мой сын? Не слышал, и вижу. По-моему, он поступил правильно. Зачем все это нужно, я не понимаю. По-моему, так же поступил бы его отец. От Володи для одного писем нет. Куда мы их положим? Как куда? Игорь с Олегом на нашей кровати. Борис Петрович к тебе. Правильно. КОНЕЦ Ну как, Петя, весело? Очень весело. Сыграй нам, старик. Я не старик. Это не важно. Лербург. Сыграй что-нибудь. Только не клемните. Что душе твоей угодно. Давай. Не то я написал. Не то. Не то. Не то. Не то. Хотя бы не всегда хотелось сюда. Даже сейчас. Я иду. Я иду. Тут. Вот, вот, не то. И тут не то. Вот, вот, не то. Вот, 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 не то. Вот, 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 вот КОНЕЦ 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 А мой папа, мой добрый папа, он никогда не вернётся. КОНЕЦ КОНЕЦ Солнце смеётся, солнце смеётся, солнце смеётся, пляшет день. Утром проснётся, утром проснётся, утром проснётся новый день. Утро поверит любой чудак, в жизни без солнца нельзя никак. К солнцу без сказки дороги нет, может быть, в этом секрет? Разве не в этом секрет? КОНЕЦ 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 КОНЕЦ